Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже в магазине лежит набор из двух машин, восьмерка и семерка, Т-34-3 и ИС-2 1945 года. И если с вот этим набором я прям с пеной у рта всячески уговаривал вас приобрести себе данную машину, если у вас ее нет, потому что набор очень выгодный, а сама машина очень стоящая, то с вот этим набором, ребят, я буду вести диалог немножко диаметрально противоположно. Я не рекомендую вам приобретать данный набор и за вот эти 7000 золота я бы советовал вам опуститься вот так вот чуть ниже в списке танчиков, которые стоят на продаже и приобрести себе за 7,5 пускай в голом состоянии Action X, который действительно будет обалденно играться и машина очень хорошая. Если у вас нет таких денег, то вернитесь к набору с Левчиком и лучше покупайте его еще и голду сэкономите. Почему я так считаю? Сейчас попытаюсь обосновать, если вы со мной не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях, ну а если вы меня поддерживаете, то уж тем более напишите, пожалуйста. Дело в том, что за 7000 вам предлагают две машины, из которых годная. Это танчик с 7 уровня, и эта машина действительно что-то может в боях, но она не уникальна. И Т-34-3 на 8 уровне, который там практически ничего не может. Вы получаете каму на Т-34-3, который к данной машине не имеет абсолютно никакого отношения. Это не легендарный внешний вид тачки, поэтому, ребят, это просто обычный камуфляж, за который вы типа не платите. Ну не платите, да и не платите, но что касается внешнего вида на ИСа, то да, действительно это его уникальный внешний вид, который разрисован, точнее был прорисован исключительно для данной машины. Что касается самого набора, я бы не сказал, что он какой-то жирный, хоть он и в принципе недорогой. За 7000 вам предлагают открытое все оборудование, по моим подсчетам где-то приблизительно 3,5 миллиона серебром сэкономите, может даже чуть меньше. Что касается Аватара, я его вообще не понимаю, поэтому заценивать не буду. И X5 в количестве 15 штук на каждую из данных машин, но поверьте мне, вам не захочется реализовывать данные X5, потому что на 7-ке много вы не набьете, а на 8-ке я бы не сказал, что вы будете прям круто получать какие-то результаты, соответственно в принципе особого фарма дополнительного элитного опыта у вас не получится. Что касается Т-34-3, обзор на данную машину у меня на канале уже есть, вот ссылочка, переходите, обязательно посмотрите. Я ничего никогда не скрываю, показываю машины такими, какие они есть на самом деле, и тогда, когда я снимал тот обзор, машина в голом состоянии точно так же стоила 5000, просто можно было за 12 вкупить в наборе с объектом. Ну и соответственно там немножко другой смысл предложения был, потому что объектик был тоже 8-го уровня. Я имею ввиду 252У, на всякий случай уточнюсь. Сейчас в наборе положили вторую машину, не 8-го уровня, а 7-го, это в корне меняет дело, хотя в корне меняет ценник. Короче говоря, если захотите посмотреть обзор на Т-34-4, смотрите ссылку в описании, либо та, которая была только что всплывающая сверху. Что касается ИСа 2-го, вот о нем мы сегодня и поговорим, его вы можете взять в голом состоянии за 3500, и я лично считаю, что эта машина не стоит 3500 косаря, есть машины на 7-м уровне, которые за такие же деньги продаются, а есть случаи, когда продаются и дешевле, и эти машины лучше. Так вот, ребят, по поводу ИСа 2-го, почему я считаю, что не имеет смысла брать себе данную машину? Ну, просто потому что давайте для начала, как обычно, заценим его, допустим, броню. Это не крепко бронированный тяжелый танк. Сказать, что он там супер живучий, нет. Да, тут есть рандомные рикошеты, да, тут есть хорошие приведенки, вопросов нет, но если вы стоите вот в такой проекции, нижний бронелист у вас открыт, а он просто огромен и стоит практически прямо к вашему сопернику, то будут пробивать с легкостью. Огромная ком-башня, которая не забронирована, ну, по бортам, по корме, здесь, в принципе, и так все понятно. Но смысл, ребят, даже не в броне. Смысл в том, что эта машина из себя представляет в сравнении с другими тачками на 7-м уровне. Но мы не будем брать в учет ИС-2, правда, СП, который, в принципе, был просто к тематике анима разработан, и, соответственно, вот в него и взяли все технические характеристики от ИС-2. Но обратите внимание, ИС-2, китайское дерево, китайская веточка тяжей, проходная машина. Тот же самый ДПМ, тот же самый показатель по пробитию, альфа, выстрелы в минуту, перезарядка, калибр. Единственное, что скорость полета снаряда, кстати, ребят, в пользу проходной машины, а не премиум. Сведение, типа лучше, но я бы не сказал, что, точнее, наоборот, сведение типа лучше у ИС-2, но я бы не сказал, что это чувствуется. Поэтому я бы сказал, что здесь они тоже одинаковые. Что касается УВНов, да, УВН лучше. 6 градусов против 5. Вау, какая круть. Ну и, ребят, дальше. По скорости, в принципе, то же самое. Опять-таки, ИС-2 проходной он даже назад отодвигается гораздо лучше, чем премиумная машина. Да, доходность 150 против в 100, ну, просто потому что 10, окей. Бок с ним, ну, просто потому что это премиумная машина, а это проходная. Да, есть чуть выше процент по победам, но, ребят, все же, но я бы не сказал. Дело в том, что ИС-2 катают те ребята, которые его когда-то себе купили. А вот этого ИСа, и здесь практически тот же самый показатель по количеству боев, его катают все, кому не лень, кто идет просто к десятке в дереве Китая. Вот и все. Поэтому я считаю, что реальная статистика, если дать вот этим игрокам, которые на ИСе-2 катают просто как на проходной машине, дать им всем ИСа-2 1945 года, поверьте, стата будет та же самая, один в один. Плюс к тому, обратите внимание, что данное орудие повторяется еще на нескольких машинах, в частности, вот вам Ликан, который имеет практически те же самые все показатели, кроме вот этого показателя. И, ребят, обратите внимание на то, что у КВ-3, я, кстати, специально показал их вот в таком вот виде, так чтобы рядом они были. КВ-3, пожалуйста, вам. Да, это не ИС, это ветка КВ-шника, это проходной танчик на седьмом уровне в дереве Советского Союза. И обратите внимание, все то же самое. Вот просто один в один, причем у КВ-3 даже угол склонения орудия лучше. Вот так, ребят, получается, что машина, в принципе, ничем абсолютно не примечательная, кроме того, что если вы действительно умеете играть на ИСах, и вам нравится играть на ИСах, то вы еще и фармить будете. Но, по-моему, это не то, за что стоит переплачивать, а точнее платить 3500 голды тогда, когда вы машину можете взять просто проходную, либо КВ-3, либо ИСа-2 в китайском дереве. Давайте быстренько снарядим нашего красавца, возьмем его с собой в бой, ну и, соответственно, попытаемся его там заценить. Что касается орудия, если смотреть через показатели, которые есть в самой игре. Ну, вот вам, пожалуйста, время сведения просто безбожно огромное, мы сейчас попытаемся с этим что-то решить. 6,7, это просто застрелиться можно из собственного орудия. Ну, вот как-то так, короче, я это все дело снаряжу. Сейчас закинем ему еще дополнительно амуниции. И давайте будем, ребят, смотреть по его возможностям, что он нам при этом всем сможет выдать. Когда мы вот это вот все сделали, сейчас только здесь еще поменяю так, чтобы мне было привычней. Ну, просто пальцы уже привыкли к тому, где что находится. Вот после всех вот этих манипуляций, обратите внимание, время сведения продолжает быть просто огромным. 5,4. Да, оно существенно улучшилось, но все же. Разброс просто конский. 0,4, это шиза какая-то. Да, ДПМ неплохой, благодаря 400 единицам урона, которые на седьмом уровне действительно являются крутым показателем. Но, но, ребят, с учетом времени перезарядки в 12,8, их практически 13 секунд, вы получаете ДПМ в 1876. Ну, и угол склонения орудия минус 6, который мы уже обсудили. Короче говоря, хвастаться здесь, ребят, абсолютно нечем. Ничего уникального в этой машине нет. Ну, давайте его возьмем, выкатим из ангара, посмотрим, что он может. Но, поверьте, он вас абсолютно ничем не удивит. Ну, что, друзья, поехали. Обычный рандомный бой, никаких подкруток, никаких постановок. Я не собираюсь ничего рекламить. Да, я думаю, что, в принципе, по интонациям, которые вы слышали, вы поняли, что навряд ли в этом ролике будет реклама. Я не отговариваю прям с пеной у рта покупать. Это дело ваше. И если вам нравятся эти машины, почему нет? Покупайте. Просто говорю лишь о том, что ничего уникального, интересного они вам не предоставят. Ну, вот такой вот наборчик завезли. Что касается нашей подвижности. Да, бодро, классно передвигается. С учетом того, что я поставил две канистры. Ну, просто потому что хочу успевать в нужном месте быть в нужное время. Это действительно машина, как для тяжелого танка, очень даже подвижная. Вот время сведения. Оно еще вообще не начало сводиться, блин. А я уже сколько времени стою. Что касается точности по орудию, я думаю, что у нас будут все шансы заценить эту точность. Сейчас попытаюсь все-таки как-то вот дождемся. Дождемся, ребят. Мы сведения. Сводимся. Сводимся. Стреляем. Я не дождался сведения полного. Выстрелил раньше времени. Но, ребят, я думаю, вы и так поняли, что особой точностью данное орудие тоже не отличается. Для чего хорош ИС? Он действительно хорош для того, чтобы продавливать направление СТ-шек на определенных картах. Вот там ему действительно цены нет. Но только отыгрывать придется, ребят, за спинами своих союзников. Давайте опять будем сводиться. Опять будем выжидать. Сейчас кто-то психанет. И вот мы в него накинем 430 урона. При этом он меня пробил. Обробил он меня, ребят, в тот нижний бронелист, о котором я говорил. В который просто невозможно промахнуться. В который, если уже начали целиться, то, поверьте мне, сделают свое гнилое дело и сделают в вас дополнительное отверстие. Назад машина практически не едет. То есть сдать назад, если вы выперлись зря и передумали, или вы сделали выстрел, и вам необходимо откатиться для того, чтобы не пойти в размен, у вас это не получится. Короче говоря, играется, как на типичном КВшнике, хотя КВшника все-таки тяжелее разбирать, чем этого ИСа. Играется, как на обычном ИСе, проходном китайской ветке. И вот здесь уже, ребят, играется прям один в один точно так же. То есть полностью точно такой же геймплей. Точно такие же зоны пробития, ну, в большинстве своем. Точно такая же динамика, точно такая же скорость. Короче, все то же самое. Почему я и говорю, что если у вас есть этих 7000 голды, и вы думаете по поводу того, а не купить ли мне сразу две тачки, это же выгодно. То нет, ребят, это нифига не выгодно. Поверьте мне, лучше взять одну нормальную, годную, фармящую машину по типу льва, и получать на ней удовольствие, получать на ней прибыль по серебру, чем купить себе набор из двух машин, которые вас абсолютно не обрадуют. Ну вот такой вот он ИС, и ничего другого я о нем сказать не смогу. Ну, пробитый нижний бронелист, два отверстия. Ну, то, что меня в бортину пробивали, ну да, это я виноват, я пытался проскочить, уехать как-то, думал зайти как-то там с кормы, и отчасти у меня это получилось. Но в целом, ребят, машина, которая абсолютно не доставляет никакого фана и удовольствия. Это просто обычный проходняк золотого цвета. Может быть, может быть, я не прав, может быть, я не понимаю всей сути данной машины, но сложно ее понять, если несколько клонов этой машины уже есть в игре, и вы можете получить их абсолютно бесплатно. В этом бою мы проиграли явно не из-за меня, я сделал два фрага, я нанес какой-никакой урон, двое наших ребят вообще ничего не сделали. Ну, вот так вот бой сложился, я ничего никогда не выбрасываю, никогда ничего не вырезаю, потому что хочу, чтобы вы видели машины такими, какие они есть на самом деле. Обратите внимание, из второй, из вражеской команды. Да, они проиграли, он сделал на один удачный выстрел больше, и вот его результат, он сделал три фрага. Вы видите какую-нибудь разницу? Я вижу, это три с половиной тысячи голды, вот и вся разница, ребят. Не то, чтобы я был скептиком, но поверьте мне, данный набор не стоит вашего внимания. Лучше купите себе льва, лучше купите себе экшен-икс, переплатив 500 голды за него, но это хотя бы стоящая восьмерка, которая будет доставлять удовольствие и будет приносить вам прибыль. А эти танки не принесут ничего, кроме разочарования в том, что вы их приобрели за 7 тысяч золота. Да простят меня разработчики, наделившие меня данным пресс-аккаунтом за ту честность, которую я проявляю, но они пообещали мне свободу словом, когда выдавали мне этот пресс-аккаунт, а я этой свободой словом буду продолжать пользоваться. Если вы за честные обзоры, вот прямо сейчас подписывайтесь на канал, давайте будем дружить. Я никогда не посоветую вам купить что-либо, что может потенциально вас расстроить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.